Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, кроме пасхального поминовения усопших, память замечательного пророка Божия Иеремия. Иеремия – один из великих пророков, пророчицы, которые были записаны и составляют значительную часть Ветхого Завета. Книга пророка Имеица, как книга пророка Исаии и других больших пророков. Иеремия, и вот сегодня вы слышали по этому два чтения, и чтения, которые относились к памяти Иеремии, из отрывок из первого послания Коринфянам, где говорится, что пророчество не для неверующих, а для верующих. Ибо верующие люди принимают обличение пророкам, как и в Евангелии сказано было, что верующий идет к свету, он не боится света, а неверующий, делающий зло, боится света, чтобы не обличие из дела его. Ну и также воспоминания о том, как Иисус в своем родном Назарите не был признан, и его даже хотели сброхить с горы. Как он и сказал, никакой пророк не принимается в своем Отечестве, то есть у себя, потому что задача пророка именно указывать народу, как и каждому человеку в пророчествах, на его неправду. И вот порок Иеремия как раз был из тех пороков, которых не принимали. У него была трагическая судьба. Он жил в конце 7-го, в начале 6-го века до Рождества Христова. И его время пророчества, с которым обращался к народу израильскому, это около 40 лет, 627-го года до Рождества Христова, до 587-го года. Это было трагическое время, когда Ассирия, которая властвовала над всем Ближним Востоком, и под властью которого находилась северная часть израильских колен, и они были разорены, угнаны и так далее. Часть потом вернулась, но было такое уже смешанное население. А на смену пришло Вавилонское царство. И как раз именно в окончании порок Иеремии перешлось на захват Иерусалима, его разрушение и Вавилонское пленение, которое продолжалось около 70 лет. И порок Иеремии как раз обличал народ, что люди вместо того, чтобы поклоняться единому Богу, стали поклоняться местным языческим богам, и от ягвы не отказывались, и богам местным поклонялись, и всякие жертвы приносили, даже самые ужасные языческие жертвы, когда приносили в жертву собственных детей, убивали. Вот такое было время его. Он родился в городе Анафофе, это недалеко от Русалима, к северу, буквально там в час ходьбы, в семье священника. В это время царем Иудеи стал царь Иосия, который очень горячо именно обратился к почитанию Бога Израиля, единого Бога. И в это время и прошло призвание Иеремии, о котором он говорит в своей книге. Господь его призывает к служению, он боится. И такой текст. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, ты пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Ну, вот такое вот призвание порока. Это 627 год царства вот этого царя Иосии, который стремился царь возвращать весь народ к единому Богу, отказаться от поклонения языческим богам тоже. Порок Иеремии повторяет притчу о пороке Осии, о том, что Израиль подобен неверной жене, которая оставляет своего мужа и бегает, уходит к другим мужчинам, потом снова возвращается и так далее. И народ не слушает его. Ему многое еще предстоит пережить, прежде чем они познают истинное покаяние, от обращения к языческим богам. Но не только это, конечно, речь все время у всех пороков идет еще о необходимой социальной справедливости, помощи бедным, отнимать землю у крестьян, властвовать, так сказать, жестоко. К этому все время призывают все пороки. Вот, и в том числе и Иеремия. И народ не слушает. Ему еще придется многое пережить, прежде чем они познают истинное покаяние. И, как и слова, говорит Иеремия, «Утроба моя, утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы тревога брания». То есть она предчувствует уже нападение Вавилона и разрушение Иерусалима. Беда за бедою, вся земля опустошается. Рок получает новое откровение, полное света и надежды, тем не менее, на этом страшном фоне. В то время назовут Иерусалим престолом Господа. И все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. Но это еще отдаленные времена, в котором сейчас мы уже гораздо ближе, когда поклонение Богу открывшимся иудеям, он стал принят в форму христианства, и мы почитаем Мессию, послал Богу, того самого Мессии, о котором говорили пороки. И он получает новое откровение, полное света и надежды, когда соберутся в Иерусалиме и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. При царе Иерусалиме и в храме была найдена книга закона, и царь приступил к реформам. Порок горячо поддерживал царя, разрушали всякие жертвенники и вот по всяким там на холме и деревьях, где поклонялись языческим богам. Но левиты были против реформ, даже покушались на жизнь Иеремии. И Порок пишет, «Господь открыл мне, и я знаю, да показал мне деяния их, а я, как роткий агнец, ведомый на заклане, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое древо в пищу его, отторгнем его земли живых, чтобы имя не упоминалось». Вот. Он после царя Иосия вскоре погиб, и реформы приостановились возвраты к единобожию. При сыне Иосии Акиме религиозная жизнь пришла в упадок, ставила вновь воздвигать жертвенники языческим богам. И вот Иеремии пишет так, «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Исправьте пути ваши и деяния ваши, я оставлю тогда жить вас на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, речь идет о таком формальном почитании храма Господня без социальной справедливости, без милосердия к окружающим. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно произведить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы и проливать невинные крови на месте с тем, и не пойдете в свет иных богов на беду в себе, то я оставлю вас жить на месте с тем, из этой земли, которую дал отцам вашим в роды родов». Иеремия объявляет на уходоносер, царя нового возвышающегося, царства Вавилонского, бичом Божиим и требует подчинения ему. Военная партия, вот, царей выступала за военное сопротивление Вавилона, а Иеремия ему, Бог открывал, что это такая огромная держава, что маленькая иудея совершенно не в силу будет сопротивляться и самое разумное подчиниться и сохранить свою веру в единую Бога, даже при этом в Вавилонском царе. Но Иеремия едва не убили. Спас его один из царедворцев, сын на фанах секретаря почившего царя Иосию, который боролся за единобожие. Ученик Иеремия Варух сохранил свиток с этими пророчествами и принес царю новому, чтобы он прочел это. Но царь с презрением к этому отнесся, читает, отрезает ножичком часть свитка и бросает в огонь. И пророк брошу в тюрьму, а потом в колодках его поставили в ворот храма, и все люди проходили и плевали как на предателя, который не хочет воевать с Вавилоном. Иеремия хочет вернуться в дом в свой, но Господь побудил его стоять до конца. И вот, что он пишет Иеремия в книге. «Ты влёк меня, Господи, и я увлечён. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день по смеянию, всякий издевается надо мною. И мы лишь только начну говорить, я кричу о насилии и о разырении от Вавилонского царства, потому что слово Господне обратилось по ношению мне повседневное по смеянию. И подумал я, не буду я напоминать о нём, и не буду более говорить во имя Его. Но было в сердце моём как горящий огонь, заключённый в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Так Бог через него говорил. И вот началась первая депортация иудеев в Вавилон в 597 год. Новый царь Ихония сдался в Вавилонятам. Изучительная часть иудейской знати и духовенства вместе с царём Ихонией была высвана в Вавилон. Близко вавилонской языческой цивилизации побуждал сомнения в вере, если они поклоняются другим богам, такие могущественные, такие у них красивые дворцы, значит, наверное, это истинный бой, а не тот Яхве, который открылся. Израильским пророкам. И вот они хотят идти, это военная партия союз с Египтом воевать против Вавилона. И вдруг Иеремия совершает неожиданный поступок. Иеремия убеждает не делать этого. И в 588 году Иеремия за год до разрушения Иерусалима явился перед народом, неся на шеи ярмо, а на руках цепи. Его объявили предателем, жестоко избили, он показывал, как египтян вавилоняне поведут в плен. Его бросили в подвал царского дома. Втайне к нему стал приходить царь и за услышав поручства, что будет, и Иеремия говорил, что, к сожалению, Иерусалим будет разрушен. Вот, действительно, началась осада Иерусалима вавилонянами, царь ночью бежит из города, но он схвачен, сыновья казнены у него перед глазами, а самого ослепленного отправляет вавилон. Иерусалим разрушен, храм предан огню. В 586 году была депортация пленных вавилон. Сторонниками борьбы с вавилоном покинули Иерусалим и принудили Иеремии уйти с ними. Прок продолжал служение Слову Божьему. Египетские иудеи наряду сихвы в Египте эти иудеи тоже стали учтить и других египетских уже богов. По преданию Иеремия был побит камнями, когда обличал заблудших. Но вот замечательно, когда он говорит о Новом Завете. Вот наступает дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет мы нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Это все текст Иеремии. «Вложу законы во внутренний стих и на сердцах их напишу его. Я буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат-брат, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие и грехов их уже не воспоминал более». Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Дома Израиля и с Дома Иуды новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет мы они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с Домом Израиля. После тех дней, говорит Господь, вожу законы во внутренность их и на сердцах их напишу их и буду им Богом и они будут моим народом и уже не будут учить друг друга. Брат, брат, говорит, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие и грехов их уже не воспоминал более. Это вот то, что началось именно с приходом Иисуса Христа и мы с вами являемся как раз вот тем новым народом, который Господь прозывает почитание единой истинного Бога, идти за Христом и быть справедливыми в нашем мире. Голодно, накорми, раздетого один, больного посети, сделай одному из меньших братьев, говорит Господь, сделай для меня. Вот будем чтить с вниманием относиться вот к памяти пороков и вот того порока, память которого мы вспоминаем сегодня. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok